Чё творим, бро? Меня зовут Царь Кионис, и бро, сразу же, просто сразу же, приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду, ведь, боди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами, а я, как вижу, бро, тебе с ней очень нравится быть под нами, так что быстрее подписывайся, чтобы быть с мысленной бодей на ютубе, а также сегодня со мной видео снимает Настя. Нет! Окей, банда, с Даркнета я уже себе заказывал целую семью, это была мама, брат и девушка, каждый раз все это заканчивалось ужасно, потому что все они были крайне сумасшедшие, но сегодня с Даркнета я хочу заказать настоящего папу, не знаю, что с этого получится, но я очень надеюсь, что мой новый отец будет милым и полюбить нас с Настей. Ну и банда, давайте под этим видео наберем 30 тысяч лайков, и тогда с Даркнета я закажу реального ребенка, только вдумайтесь, это настоящий маленький ребенок с Даркнета, так что бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит супер секретная информация про Даркнет, так что бандит, скорее чекай описание, ставь лайк, а мы тем временем заказываем папу, погнали! Итак, банда, надеюсь вы готовы, мы прямо сейчас закажем отца с Даркнета, просто посмотрите, я уже зашел в Даркнет и нашел этот сайт, здесь мы можем приобрести маму, папу, ребенка, брата. Маму и брата мы уже покупали ранее, сегодня мы закажем папу, ну а за 30 тысяч лайков мы закажем ребенка, так что банда все в ваших руках. Тем не менее, банда, вы только посмотрите, какой же криповый этот сайт, он называется Купите себе папу. Описание этого сайта такое, приобретите отца ближе, чем кто-либо, хоть и аккуратны, отцы часто бывают вспыльчивыми и приходят уже со своими правилами. Интересно только то, насколько их правила могут быть ужасными и насколько далеко они зайдут. Их правила могут быть ужасными, вплоть до того, чтобы мы ели один раз в день. О, это ужасно, но отцы с Даркнета реально могут быть сумасшедшими, советую подчиниться им, иначе последствия неизбежны. И как это вообще понимать, банда, очень жуткая фраза, то есть если мы не будем его слушаться, то он даже может нас убить. Люди с Даркнета сумасшедшие могут реально такое сделать. Это просто ужасно, банда, тем не менее, просто посмотрите, кого Даркнет нам предлагает. Первый батя Зэк, как я понимаю, он все еще сидит в тюрьме. Это ужасно, ведь в таком случае мы его не получим себе на дом. Вряд ли его кто-то будет отпускать с тюрьмы. Что если они воруют из тюрьмы людей и доставляют нам? О, черт, это ужасно. Твоя теория может быть правдивой, только вдумайтесь в это. Следующий у нас милый отец, и он почему-то бесплатный. Не понимаю, почему, очень странно. Третий отец, который нам предоставляют, это папа Пси. Как я понимаю, он будет полностью сумасшедший. Поэтому для видео давайте закажем его, посмотрим, что у него там в описании. Что, погоди, как информация отсутствует? У него нету никакого описания, это очень странно. Как нам тогда понять, кого мы вообще заказываем? Я предлагаю не заказывать этого отца Псика, перейти к другому варианту. Да, слишком рискованно. Давай все же посмотрим на второй вариант. Это милый отец, который нам должен достаться бесплатно. Итак, банда, просто посмотрите, милый отец бесплатно. Отец, который скрасит ваши вечера, любит детей, знает все настольные игры, знает много сказок для своих детей. Вроде бы на вид он реально милый, но кто знает, что там за монстр? И почему бесплатно? Да, это очень подозрительно и странно, банда. Возможно, кто-то просто хочет избавиться от своего отца и продает его в Даркнете. Не советую им его не слушать. Любит, когда все идет как хочет он. Это уже довольно странное описание банда. То есть, опять же, если мы не будем его слушать, то он может с нами сделать все, что угодно. Даже выгнать нас из нашего же дома. Думайтесь, насколько это ужасно, банда. Ненавидит современное поколение, всю жизнь прожил в одиночестве. Это очень странно. Почему у него всю жизнь не было жены? Возможно, ему просто не нравится девушке, иначе не знаю, как это объяснить. И жирным шрифтом выделено, возврату не подлежит. Я думаю, мы не будем его возвращать. Надеюсь, что он останется жить у нас. Тем не менее, этот вариант более-менее подходит нам. Поэтому давайте его закажем. Ты как думаешь? Думаю, да. Окей, банда, тогда нажимаем на кнопку купить, и мы уже его заказываем. Что ж, банда, я ввел все данные. С минуты на минуту ко мне должен прийти этот отец. Давайте же его дождемся. Что ж, банда, мы заказали отца с Даркнета уже несколько часов назад. Сейчас на часах 2.16, его все еще нету. Но все же, Настя, как ты думаешь, какой он будет? Я надеюсь, он будет милым и хорошим. Что это? Кто это? Не знаю, как он вообще вошел в комнату. Как они закрыты? Что за жесть? Откуда у него ключи, Настя? Я не знаю. Здравствуйте. Эй, вы нас слышите? Папа? Я хочу пиво. Что это? Но у нас нету пива. Дайте мне пиво. Мы не пьем алкоголь. Хочу пиво. У нас совсем нету пива. Может быть, вы хотите еще воды? Пить просто? Да. Да не хочу я пить. Хочу пиво. Ах, черт, я не знаю, что делать. Знаете, у нас есть йогурт. Если вы просто хотите пить, вы можете его попробовать. Не нужно мне йогурт. Дай пиво. О, черт, панда, он очень странный. Я просто в шоке. Что за бред происходит? Может, вы хотите кушать? Да не хочу я кушать. Пиво хочу я. У нас есть сухие завтраки. Вы, наверное, голодные с дороги. Старт. Вы плохо меня слышите, что ли? Дайте мне пиво. О, черт, панда, это очень крипово. Я не понимаю, что происходит. Этот отец Даркнета странно себя ведет. Что с ним? Где я? Вы у нас дома. Мы заказали у вас с Даркнета. Меня заказали? Да, с Даркнета. Как тебя зовут? Меня зовут Сергей. И похоже, что я ваш сын. Мой сын? Да. А как тебя зовут? Меня зовут Настя. Я ничего не помню. Ничего не помню. О, господи, что это, банда? Что происходит? Ты видишь? Что это за жесть? Ему что, плохо? Почему он плачет? О, господи. Это просто жесть, банда. Я в шоке. Что вообще происходит? Похоже, что у него какие-то провалы в памяти. Именно из-за этого он ничего не помнит. А что, если его украли и перевезли сюда? Это ужасно. Но он реально ничего не помнит. И еще он плачет. Это просто жутко выглядит, банда. И почему он вообще плачет? Что с ним? Даже как-то жалко его стало. Да, согласен. Но возможно, из-за того, что он старый, у него слабость нервами. Да еще и склероз. Это полная жесть. Дети! Отчер, что? Пойди, идите сюда. О, господи, что ему надо? Подойдите ко мне в эту комнату. Это просто жесть. Скажите мне, что это такое? Это наши вещи. Почему кровать не заправлена? Потому что мы сегодня спали здесь, и поэтому она не заправлена. Да. Застелите кровать. Зачем? Я ваш отец. И я хочу, чтобы здесь был порядок. Застелите кровать. Мы сами решим, когда застелать кровать. Это наша комната. Давай, я застелю, держи. Сереж, ну зачем? О, сожжайся, переживай, что он нас побьет. О, господи. Мы сами будем решать, когда нам застелать кровать. Перестаньте. Послушайте меня. У меня больное сердце. Заправ кровать, пожалуйста. Ладно, ладно, хорошо. Настя. Да, хорошо. Господи, он такой страшный. Просто жизнь мне уже не по себе. Дети, а что это? Это шкафы. А зачем вам такие большие шкафы? Чтобы хранить одежду? Да. Одежду? Какую? И где вы видите одежду? Вот скажите мне, что это такое? Это моя юбка. Разве это юбка? Как можно носить такое кроткое? Господи. Просто шею. Сука. Блин. Что? Что это? О, Сереж, это мое белье. О, черт. Это нижнее белье. Баб, поклоди назад. Пожалуйста. Разве это белье? Это какие-то веревки. Черт, банды, это ужасно, что вообще происходит. Я в шоке. Я не понимаю. Такие большие шкафы и совсем нет одежды. Но у нас много вещей со съемок именно поэтому. О, боже. Что тут происходило без меня? Зачем ты меня снимаешь? Это, это наша работа. Работа? Мы снимаем видео на ютубе. Мы блогеры. Разве это работа? Найдите уже нормальную работу. Черт, банда, что это было? Он сумасшедший. Это просто жесть, банда. Какой он злой. Я в шоке. Зачем мы вообще его заказали? И теперь же никак его не выгнать. А что? Идите, идите сюда. Идите сюда. Скажите мне, что это такое? Это наша елка. Разве это елка? Вот в наше время была живая, настоящая елка. А это кто ее украшал? Фу, какое елка. О, черт, что ты делаешь? Это жесть. Не трогай нашу елку. Ее нужно нарядить конфетами, печеньем. Вот как нужно сделать. Фу, уродство какое-то. Чтобы завтра ее не видел. Хорошо, папа, мы уберем эту елку. Просто жесть. Ой, а где у вас туалет? Там. Где? Вот там эти двери. Сейчас я приду. Вы никуда не уходите. Я вам расскажу, как нужно жить. Хорошо, папа, мы будем стоять здесь. Это просто жесть, банда. Он сумасшедший. Его надо выгнать, пока он не разгромил нам всю квартиру. Я тоже об этом думал, но мы не можем с ним так поступить. Он наш отец. Давайте послушаем, что он там делает. О, черт. Он сбывает. Что? О, господи, что это? Кто вы? Мы ваши дети. Я ваш сын Сергей. Мы заказали вас с Даркнета. Да. Если вы мои дети, тогда постирайте это. Что это такое? Ты видишь? Просто жесть. Это ужасно. Убери. Оно воняет. Это просто жесть, банда. Я ваш отец. И вы должны меня слушать. О, черт, что ты делаешь? Успокойся. Что происходит, Настя? Это просто жесть. В этом доме не должно быть женщин. Что? О чем это, Настя? Иди сюда. О, господи, быстрее. Это просто жесть, что он делает. Это просто жесть, банда. Он сумасшедший. Вы слышите? Он бьет дверь. Это просто жесть. Мне очень страшно. Посмотри, что он делает. Я очень напугал. Что он говорит? Что? Нам нужно поговорить. Пустите меня. Он хочет с нами поговорить. Ты слышишь? Да, я слышу. Давай в твоем двери узнаем, что он хочет. Окей. Скажите мне, вы брат и сестра? Нет, мы пара. Парень с девушкой живем вместе. Блин. В моем доме не должно быть девушек. О, черт, что? Мы не можем так поступить. Иди со мной. Иди, нужно уйти отсюда. Нет, нет. Ни в коем случае, она останется здесь. Я ваш отец. Вы должны слушать меня. Иди сюда. О, господи, банда. Это просто жесть. Ты что скажешь? Мне очень страшно. Не впускай его. Я не собирался. Мне самому аж не по себе. Это просто жесть. Банда мне не по себе. Мне очень страшно, Сереж. Я верю, мне тоже. Почему он хочет, чтобы я ушла? Не знаю. Он почему-то ненавидит девушек. Он говорит, чтобы они не были в его доме. Тем более, он до последнего думал, что мы с тобой брат и сестра. Это очень странно, банда. Тем не менее, нам надо быстрее заблокировать двери, чтобы он не вошел. Вроде бы закрыт. Возьму еще этот стульчик. Это просто жесть, банда. Я все еще не могу в это поверить. Надеюсь, что так он не войдет. Давай еще это возьмем. Давай. Просто какая-то жесть, банда. Я в таком шоке. Он реально какой-то сумасшедший. Просто какая-то жесть. Окей, посмотрим, что будет дальше. Нам надо срочно позвонить в полицию, чтобы его забрали. Иначе он просто нас убьет, банда. Настя? Где ты? Что произошло, банда? Куда делась Настя? Эй, она же лежала здесь. Куда она могла вообще исчезнуть? И посмотрите, он открыл дверь и куда-то ушел. И что эта подушка здесь делает? Что за бред, банда? Куда делась Настя? Я просто в шоке, супрем-банда. Неужели он украл Настю? Где она? Эй, Настя, выходи. Если ты меня слышишь, то подай сигнал. Ты здесь? Вроде бы здесь не видно. Что за бред, банда? Куда она вообще могла деться? Она как будто просто исчезла. Может быть, в туалете надо еще посмотреть? Эй, Настя? Да уже здесь нету никого. Просто какой-то ужас. Банда, куда она могла деться? Я не понимаю. Неужели отец Даркнета просто украл ее или же выгнал? Только вдумайтесь, как это ужасно. Я думаю, что надо посмотреть по скрытым камерам, что произошло ночью. Итак, банда, давайте посмотрим, что снимали скрытые камеры, пока я спал. И куда вообще делась Настя? Просто посмотрите, этот отец Даркнета возвращается. Вы видите это? Он снова подходит к этой двери и трогает ее. О, черт, он еще и стучал. Это просто какая-то жесть, банда, я в шоке. Но он не смог ее открыть, он куда-то уходит. Тогда каким образом он вообще ее открыл? Посмотрите, что он делает. Он что-то ищет в этом шкафу. О, черт, банда, это просто жесть. Я все еще не могу в это поверить. Мы реально купили отца Старкнета. И посмотрите, он реально что-то ищет. Но что? Он взял отвертку, вы видите это? Неужели он взломал двери? Это просто ужасно, банда, он возвращается обратно. Черт возьми, он реально взламывает замок. Вы видите это? Это полная жесть. Получается, что этот отец Даркнета вообще не милый. Он ужасный человек. Он очень злой и хочет выгнать Настю с дома. Это ужасно, банда. Тем не менее, он уже взломал двери. Просто посмотрите, он их открывает. Вы видите это, банда? Мы в это время просто лежим, спим. Я в таком шоке, вы даже не представляете. Он так спокойно заходит в эту комнату. Черт, банда, что вообще происходит? Это полная жесть. Неужели прямо сейчас он украдет Настю? Это такой ужас, банда. Но что он делает? Он дальше роется в шкафах. О, нет, он взял подушку, но зачем она ему? Он собирается с нами спать или что? О, черт, просто посмотрите, что он делает. Он душит Настю подушкой, вы видите это? Это вообще ненормально, я в шоке. Неужели она уже мертва? Только вдумайтесь. Она пытается вырваться, но у нее ничего не получается. Она теряет сознание. Это просто ужасно. Банда, и гляньте. Он его ворует, забирает с кровати. Просто куда-то утаскивает. Но куда я пока что не понимаю. Это очень странно. Этот отец Даркнета максимально странный человек. Почему он вообще не любит женщин? Он постоянно говорил, что женщине должно быть в его доме. Теперь понятно, почему у него никогда не было жены. Это самый настоящий ужас, банда. Я все еще не могу в это поверить. Тем не менее, нужно быстрее пойти найти Настю. Он сто процентов протаскивал ее где-то в подъезде. Нужно пойти спросить у охраны, не видели ли они его с Настей. Это такая жесть, банда. Я все еще в это не могу поверить. Нужно быстрее пойти спасти Настю. Пока еще не поздно. Я все еще в шоке. Куда ты дел Настю? Почему ты не спишь? Я же сказал тебе спать. В такое позднее время. Ответьте, Настя. Я тебя не боюсь. Какая еще Настя? Почему ты меня не слушаешься? А ну, встань в угол, ты наказанный. Что ты делаешь? Черт, что ты делаешь? О, господи, где Настя? Ответь. Какая еще Настя? В этом доме нет никаких Настя. Слушай сюда, если ты не скажешь, где Настя, то я позвоню в полицию. Признавайся, где она? Полицию? Зачем полиция? Вот, она здесь. В смысле? О, черт, Настя, что с тобой? Что ты с ней наделал? А ну, проваливай отсюда, быстрее. О, ходи. Ты ужасный отец. Черт, банда. Это просто жесть, банда. Я в таком шоке. Он реально слизал мастя и положил в ванной. Эй, ты в порядке? Настя, очнись. Настя. Эй, очнись, пожалуйста. Но уже я знаю, ты жива. О, черт, ты в порядке. Наконец-то ты пришла в себя. Это просто жесть. Я выгнал этого отца. О, да, так и надо его. Он тебя пытался задушить. Это просто ужасно. Я так рад, что ты все еще осталась жива. Тем не менее, банда, давайте наберем на этом видео 30 тысяч лайков. И тогда я закажу ребенка с Даркнета. Только представьте, что это может быть. Так что, бандит, скорее ставь лайк. А также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. И также вот комменты из-под прошлого видео. Просто посмотри, какие они шикарные, идеальнейшие комментарии. А, бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниша. Нажать лайк, колокольчик и все, брат, уже новое видео. Лайк, колокольчик, комменты, ты моего нового видео, бандит. И помни одно, оставайся, друзья, шикарным. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok